Цезарь 4 Появились новые видеоролики для новых чудес света Need for Speed Carbon Вынос почти четверти заезда за пределы городских улиц И добавление в игру возможности превратить машину в кучу металлолома Тонкий намек на то, что стритрейсинг и занятия антисоциальные и весьма опасные Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent Самую продвинутую в техническом плане версию этой игры получат злодельцы компьютеров и консоли нового поколения Привет всем геймерам страны! Меня зовут Борик и это ФАК Программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем полезные советы В этом году нас порадовали сразу несколькими историческими градостроительными симуляторами Вначале была игра Glory of the Roman Empire Затем CivCity Rome И наконец мы дождались Цезарь 4 Давайте посмотрим, что это такое Легендарному Цезарь сериалу уже более 10 лет Самая первая игра появилась в далеком 1993 году Это была забава исключительно для хардкорных фанатов, которые подсели на строительство городов благодаря SimCity Продвижению Цезаря в массы помешала слабенькая графика и не самый удачный интерфейс Однако после прихода в Impression Games нового ведущего дизайнера Криса Бетриса Развитие сериала пошло ударными темпами Цезарь 2 вышел уже в 1995 году и мог похвастаться изометрической проекцией, богатой цветовой палитрой и достойным набором разрешений Хорошие продажи Цезарь 2 подтолкнули разработчиков к дальнейшему совершенствованию игры И вот в 1998 году мы увидели Цезарь 3 Отличия от предыдущей части на этот раз оказались минимальны В основном разработчики сосредоточились на геймплейных мелочах и улучшении графики Впрочем, больше у фанатов было уже и не надо В четвертой части нас ждет все тот же знакомый Цезарь Снова и опять нам предстоит влезть в шкуру римского наместника, к которому император постоянно сочиняет разнообразные сложные задания Игра поступила в продажу 26 сентября 2006 года Локализованная версия распространяется с 8 ноября Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске Геймплей Цезарь 4 до последнего пикселя на экране придерживается традиций, заложенных в предыдущих частях Главной идеей игры по-прежнему остается строительство и развитие города в одном из районов Великой Империи Наиболее интересная кампания Цель игрока в ней — стать императором Получить очередное повышение можно как выполняя задания нынешнего императора, так и просто развивая веренную провинцию Наша оценка геймплея — 4 балла Нельзя сказать, что игра не удалась, и продумана она очень хорошо Но это уже третий исторический градостроительный симулятор за этот год Наиболее заметным отличием Цезаря 4 от предшественников стала полностью трехмерная графика Следует отметить, что опыт создания градостроительных игр в 3D у TileTedMeal уже есть Например, Immortal Cities — Children of the Nile, который вышел в конце 2004 года К счастью, для Цезаря разработан новый моторчик с симпатичным названием Linden За графику ставим 5 баллов А еще TileTedMeal подготовили для нас более часа музыки от замечательного композитора Кейта Зизы, который работал над игрой «Фараон» И надо сказать, в обоих случаях здорово работал Озвучка, жители и прочие звуковые эффекты также на высоте За звук ставим 5 баллов Цезарь 4 — игра, от которой не стоит ждать сюрпризов и открытий Огромное количество улучшений, новый движок, разнообразные здания, жители и ресурсы, интересные миссии, наконец Но это никак не повлияло на общий вид игры — знакомый конструктор городов Но общая оценка игры все равно 5 баллов В Цезаре 4 вас ждет знакомый, но по-прежнему увлекательный геймплей Придется постоянно искать консенсус и делить город на богатые и бедные кварталы Например, как и в прошлых частях серии, стоит отстроить рядом с обшивыми палатками пару колодцев И вот замызганные тенты уже превратились во вполне приличные хижины Также огромное количество различных удачных нововведений И куча современных технологических достижений Всем серьезным стратегам рекомендуем А тем, кто чувствует себя не так уверенно, советуем посмотреть наши советы и ответы на вопросы Суть игры в том, что надо постоянно поддерживать баланс бюджета и держать население в строгих рамках Иначе, если все же жители резко разбогатеют, то некому будет работать на рудниках А если в одночасье не станет полстосумов, то казна города стремительно лопнет Если вы добавите рынок в парикмахерскую дешевенький театр То на ваших глазах трущобы модернизируются в район для жителей среднего класса Ну а сливки общества, конечно, селятся исключительно в самых богатых кварталах, в которых есть множество злачных мест А на рынке, например, можно купить не только хлеб, но и мясо, овощи, посуду и тому подобные предметы древнеримской роскоши Военные действия в игре, конечно, есть, но в предельно малых дозах Все-таки главное в Тезер 4 это активное развитие городов, а не бессмысленное размахивание кулаками Аддоны были, есть и будут самыми простыми и выгодными схемами по отъему денег у геймеров Мы все понимаем и одобряем, однако местами это становится уже совсем не смешно 8 новых сценариев, 6 цивилизаций, 3 чудо света, 2 юнита, 1 дипломатический режим и пучок изменений в геймплее Для официального продолжения 4 цивилизации, главной и лучшей серьезной стратегии нашего времени, это очень мало Аддон Civilization 4 Warlords появился в продаже 26 июля 2006 года Серьезных изменений в игровой процесс он не привнес, но некоторые приятные мелочи наверняка заинтересуют фанатов серии Если по порядку, то среди прочих борцов за мировое господство в Warlords появились кельты, викинги, корейцы, корфигиняне, жители атаманской империи А также произошло триумфальное возвращение Зулусов во главе с Чакой, папуасам, вот уже 15 лет известным всем фанатам цивилизации и незаслуженно забытым в четвертой части У всех новых и некоторых старых народностей появились и новые лидеры Викингов, скажем, в бой ведет Рагнар, карфагинян, гражданин Ганнибал А дорогие россияне на должность государя теперь могут выбрать самого Иосифа Виссарионовича Из чудес света в Аддоне к нам возвратился храм Артемиды и университет Шанкры Самое главное изменение, которое, собственно, и дало название Аддону, это варлорды или военачальники Хотя большинством фанатов они торжественно причисляются к новшествам из-за разряда сомнительных По сути, генералы такие же суперюниты или великие люди, которые периодически рождаются в ваших городах Правда, они могут слегка повышать опыт всех окрестных войск, построить в военной академии, опять же увеличивающий опыт А также в виде странного передатка присоединиться к тем или иным войскам Что же касается сценария, в Аддоне есть аж 8 глобальных псевдоисторических кампаний Завоевание викингов, гражданская война в Китае, монгольское нашествие и тому подобное Системные требования к игре это процессор с частотой 1.8 ГГц 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти На жестком диске Warlords займет всего 550 МБ Главное изменение, коснувшийся геймплея, это новая дипломатическая опция Сделать вассалом Должно быть лучшее из изобретений Warlords Отныне слабые или разоренные войной государства можно превращать в свои карманы и провинции Выкачивая все их ресурсы, навязывая свои культурные ценности и оккупируя войсками города За геймплей можно поставить твердую пятерку Графика не претерпела никаких изменений Цивилизация по-прежнему выглядит превосходно Появились новые видеоролики для новых чудес света В общем, графика, несмотря на уже почетный возраст игры Все еще может составить конкуренцию некоторым современным играм Пятерка за внешний вид В Warlords появился новый саундтрек Мелодии даже стоят того, чтобы их скачать Получите огромное удовольствие Все цивилизации по-прежнему говорят на своих родных языках Что делает четвертую цивилизацию по-настоящему уникальной игрой Пятерка за звук В общем, Warlords, как аддон, получился довольно-таки неплохим Хотя изменения могли быть и больше Но оставим это на совести разработчиков Поскольку продажи даже самых незначительных улучшений такой игры, как цивилизация, всегда гарантированы Пятерку получает грамотный и выверенный аддон Warlords Знаете, что если за почти весь прошедший год ярлык с четвертой цивилизации не исчезал с вашего десктопа То брать Warlords, в общем-то, можно и нужно Получите массу новых ощущений Впрочем, остальным мы горячо рекомендуем еще раз снова установить оригинал Отыграть 2-3 партии и при появлении правильных симптомов Заинтересованности пуститься на изучение могучего рынка авторских модов Многие из них куда интереснее официального аддона А теперь ваши вопросы, наши ответы Вопрос Зачем нужно новое чудо света Храм Артемиды? Ответ Рекомендуем возводить Храм Артемиды только в том случае Если вы собираетесь содержать действительно большую армию Поскольку это чудо света положительно скажется на ваших финансах и коммерции Вопрос Великая Китайская Стена требует столько ресурсов и так долго строится Да нужна ли она вообще? Ответ Великая Китайская Стена – стопроцентная защита от варваров Теперь ее можно разглядеть прямо на карте Строить ее, если хотите сэкономить на постоянной армии для защиты ирригаций и шахт и дорог Вопрос Я построил какой-то университет Шанкры Зачем он нужен и что дает? Ответ Правильно сделали, что построили Это новое чудо света Лучшее из всех возможных в игре чудес Серьезно активизирующее науку на диких стадиях развития цивилизации Смотрите во второй части Tom Clancy's Clinter Cell Double Agent Самую продвинутую в техническом плане версию этой игры получат злодельцы компьютеров и консоли нового поколения Need for Speed Carbon Вынос почти четверти заезда за пределы городских улиц И добавление в игру возможности превратить машину в кучу металлолома Тонкий намек на то, что стритрейсинг и занятия антисоциальные и весьма опасные Смотрите во второй части Need for Speed Carbon Вынос почти четверти заезда за пределы городских улиц и добавление в игру возможности превратить машину в кучу металлолома Тонкий намек на то, что стритрейсинг и занятия антисоциальные и весьма опасные Tom Clancy's Clinter Cell Double Agent Самую продвинутую в техническом плане версию этой игры получат злодельцы компьютеров и консоли нового поколения Соскучились по городскому андеграунду? НФС путешествие продолжается Need for Speed Carbon Новая игра знаменитой серии приглашает всех виртуальных стритрейсеров в Carbon Canyon Одно из самых легендарных гоночных мест Америки Главное нововведение вынесено прямо в подзаголовок игры Carbon Canyon Это название легендарного парка, очень популярного среди американских стритрейсеров Одной сменой декораций дело не ограничится Изюминка Carbon — принципиально новая разновидность гонок под названием «Каньон Дуэль» Победа здесь будет присваиваться самым упорным преследователям Дольше всего придержавшимся у противника на хвосте А еще есть и возможность досрочного проигрыша Наиболее нетерпеливые и неаккуратные гонщики вполне могут закончить «Каньон Дуэль» В виде груда металла на дне глубокого ущелья Вы не ослышались Многолетние эпохи автомобильной безнаказанности и бессмертии наконец-то придет конец Подобный шаг — это не просто попытка разбавить сериал свежими идеями Сделать модель повреждения машин зрелищной и маломальски правдоподобной Берите выше Вынос почти четверти заездов за пределы городских улиц И добавление в игру возможности превратить машину в кучу металлолома Тонкий намек на то, что стритрейсинг и занятия антисоциальные И весьма опасная Кроме грамотного переосмысления старой идеи с гонками за лидером Carbon сможет похвастаться не менее грамотным мародерством Juice успела притащить в жанр парочку неплохих идей Лучшие из них — командные гонки Самым безостенчивым образом позаимствованы разработчиками Carbon Новая часть Need for Speed будет целиком и полностью построена вокруг командных действий Для действительно быстрой и красивой езды вам потребуется процессор с частотой 2,5 ГГц Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Carbon займет 5,7 ГБ Геймплей прежде всего преобразился благодаря самым настоящим сражениям за районы Выглядит это так Приезжаем на новый плачок карты Выигрываем в жестоком поединке у местных королей стритрейсинга И наслаждаемся дарами победы Например, доступом к гаражу, хозяин которого может подогнать уникальные детали Кеймплей Carbon по количеству нововведений заслуженно получает 5 баллов А вот с графикой все, увы, уже не так радужно Поскольку Need for Speed игра массовая Затащить Carbon исключительно под новое поколение консолей И упустить таким образом огромную массу PC игроков Electronic Arts не решилась Это печально В визуальном плане Carbon практически не отличается от Most Wanted Детальные текстуры, лишняя порция полигонов для моделей, красивое освещение Все это есть, но скрыто по таким слоям блюра, что хочется протереть глаза или купить очки Натянутая четверка за внешний вид Саундтреки и звуковое оформление игр от Electronic Arts Всегда находятся на столь высоком уровне, что обсуждать подобные вещи как-то даже и несерьезно Carbon не стал исключением Десятки известных хип-хопперов и электронщиков протирали штаны в студиях Записывая эксклюзивные треки для Carbon Пятерка с плюсом за звук Вообще, каждая стритрейсерская Need for Speed абсолютно новая игра А не просто набор карт у машин Огромный город в Underground 2 Лихие плесмены в Most Wanted А теперь вот просторные каньоны громадного парка Командная игра и самые настоящие сражения Общая оценка 5 баллов Город, где, судя по всему, всегда царит одна сплошная ночь Поделен на 4 территории Каждая из которых, в свою очередь, поделена на зоны Любая зона принадлежит какой-нибудь банде Впрочем, после победы в нескольких заездах она станет вашей Завоевали все зоны в одной из территорий Сражайтесь с боссом, а потом двигайтесь дальше Но помните, время от времени Банды будут пытаться вернуть свои владения обратно Об этих и других особенностях Need for Speed Carbon Прямо сейчас Вопрос Как быстрее набирать очки в каньон дуэль? Ответ Скорость начисления очков зависит от дистанции преследования Чем ближе к вражеской машине, тем быстрее накапливаются очки Выиграть дуэль можно и досрочно, если удастся обогнать оппонента еще на этапе преследования Вопрос Зачем нужны скауты и как лучше их использовать? Ответ Скаут обычно идет впереди вас И следует трассу на предмет опасных поворотов, срезов и прочих приятных и неприятных неожиданностей Сообщать о своих находках он будет по радио И при помощи специальных, хорошо заметных на трассе маркеров Имейте в виду Роль скаута должен играть самый умелый гонщик команды Оторваться вперед не такая уж и простая задача Вопрос У меня в команде есть драфтер, но я не знаю, как его использовать Ответ Самый лучший способ, это на прямых участках пристраиваться строго за ним Драфтер может создать аэродинамический мешок с пониженной плотностью воздуха Но будьте аккуратнее, этот трюк можно использовать только для рывка на прямых участках трассы Как гласят легенды, штатные программисты студии Ubisoft Montreal создали такую продвинутую систему теней и их взаимодействия с окружающим миром Что под нее мигом было решено переделать концепцию одной из будущих игр компании Так, вместо легкомысленного экшена родилась куда более серьезная вещь Романтика разведслужб, серьезный и практически всемогущий спецагент Осторожные миссии в тылу врага В первый раз тени всколыхнулись в 2002 году С тех пор не проходит и года, чтобы на наши головы не свалилась очередная часть этой игры Том Клейнси, Splinter Cell, Double Agent Какая жестокая ирония судьбы Всего три года назад Ubisoft считала самым прогрессивным издательством Который не боится идти на эксперименты А сегодня это всего лишь еще одна фабрика сиквелов В этом году компания наконец-то спохватилась и начала принимать меры Президент Ив Жельмо пообещал, что они каждый год будут выпускать как минимум две абсолютно новых игры А разбросанным по всему миру колониям Ubisoft была дана четкая установка Продолжение нужно делать максимально непохожими на предыдущие игры той или иной серии Результаты этого шага заметны уже сейчас Splinter Cell, Double Agent сделал такой скачок вперед, какого не было со времен первой части Игра поступила в продажу 8 ноября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3,5 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 12 ГБ на жестком диске И видеокарта с видеопамятью 256 МБ И поддержка шейдеров 3.0 Новое задание несравнимо более сложное, чем предыдущее Чтобы выйти на руководство Джон Браунс Армии Сэму нужно исправно выполнять задания террористов Убивать невинных, добывать оружие и информацию С другой стороны, ему нельзя забывать о поручениях третьего эшелона И стараться, чтобы ущерб от его действий был минимальным По мере сил придется служить и вашим, и нашим Вот только сделать это не всегда возможно Если задания террористов и третьего эшелона противоречат друг другу Выбор придется делать игроку И выбор этот даст о себе знать в финале игры Концовок у Double Agent целых две Наша оценка геймплея 5 баллов Игра разрабатывалась под PC, Xbox 360, Xbox, PlayStation 3 и 2 и GameCube Самую продвинутую в техническом плане версию получат владельцы компьютеров и консолей нового поколения Сама графика изменилась не сильно Но благодаря обильному использованию спецэффектов игра смотрится на твердые 5 баллов Озвучка впечатляет не меньше В разных странах люди говорят о своих языках Спецэффекты озвучены в лучших традициях киношных боевиков А музыкой занимался Майкл Маккен И работа его достойна уважения За озвучку ставим 5 баллов Реиграбельность у Double Agent будет повыше, чем у первых трех Splinter Cell В предыдущей части все две единые были исключительно одноразовыми Чтобы пройти уровень, нужно было скрупулезно заучить места гнездования и маршруты движения охранников Теперь при каждой перезагрузке их дислокации будут меняться Вряд ли это многое изменит, но и на этом спасибо Наша общая оценка игры 5 баллов Том Клэнси's Splinter Cell Double Agent Это достойное продолжение серии Передряги, в которые попадает суперагент, увлекают и совершенно невозможно оторваться Игра затягивает, как и жизнь реального двойного агента Один лишний час игры превращается в еще несколько часов И ты уже не чувствуешь разницы между тем, что происходит на экране и реальностью Трехглазый зэк, невидимка, вышел на тропу войны Новая часть Splinter Cell вас обязательно порадует Но есть в игре сложные моменты, о них сейчас и расскажем Первый вопрос Что надо сделать, чтобы остановить запуск ракеты в первой миссии? Отвечаем Именно в этой миссии вам придется научиться пользоваться карманным компьютером Внизу ракеты поворачиваем ручку и поднимаемся наверх к пульту Пытаемся подобрать код Есть 4 столбца с меняющимися цифрами Ваша задача как можно раньше заметить остановившиеся цифры и нажать на них Таким образом подбирается код Следующий вопрос Что на танкере в конце делать? Там еще мужик с факелом ходит И если он заметит Сэма, то все взорвет Я его убиваю, но ничего не происходит, а? Отвечаем Есть несколько вариантов Во-первых, можно просто подкрасться сзади Это сложно и почему-то не всегда работает Второй вариант В начале коридора ведущего к капитану с факелом Стрельнуть в красную лампочку Свет погаснет Капитан бросит факел, но не вниз, а на решетку И ничего не взорвется Следующий вопрос Помогите, я прошел миссию на корабле Начинается новый уровень, где нужно следовать за главным террористом в белой кофте до компьютера И там что-то нужно сделать на компьютере, только я не понял, что именно-то Отвечаем Через некоторое время в столбиках остановится одна цифра Наблюдай за столбиками Если увидишь недвижимую цифру, нажимай на нее И так же с остальными Кстати, есть миссии обязательные, а есть те, которые можно не выполнять На сегодня это все Играйте, но не заигрывайтесь С вами был Борик, пока!